Добрый вечер! В начале нашей программы, напомню нашим телезрителям, телефон прямого эфира 44332. Если у вас будут вопросы к нашему гостю, то звоните, мы постараемся на них ответить. Также, по традиции, мы проводим интерактивный опрос. Сегодня вопрос звучит так. Будете ли вы пользоваться велосипедами в прокате? Если да, звоните по телефону в Убинске 42711, если нет, 45145. Вячеслав Владимирович, на днях вы вернулись из Санкт-Петербурга, где приемли участие в 4-м международном велоконгрессе, где выступили с презентацией. Расскажите подробнее об этом событии, для кого выступали и о чем рассказывали участникам. Да, ну, несколько слов о самом велоконгрессе. Это 4-й велоконгресс, организованный Министерством транспорта Российской Федерации. В этот раз он прошел в Питере. Достаточно крупное, крупномасштабное предприятие. Туда съехались все, кто имеет отношение к велосипедной жизни, к велосипеду. Крупнейшие производители велосипедов, компании, которые продвигают велошеринг в разных городах, спикеры со всего мира, из Голландии, из Дании, из Германии. Они рассказывали о велокультуре в своих странах, в своих городах, как она развивалась, в общем-то, что есть нам от них почерпнуть. И я, как вы сказали правильно, выступал там с презентацией о нашем городе, о наших людях, о наших велосипедистах. Рассказывал, как достаточно многое количество людей вовлечено в веложизнь города. Кто-то занимается этим как спортом, кто-то этим занимается как развлечением. Есть люди, которые используют это как транспорт, но их, к сожалению, не так много. О строительстве велодорожек, о том, что с 2017 года дороги наши, которые реконструируются или вводятся вновь в эксплуатацию, все уже оборудованы велодорожками рядом. Удалось ли взять какой-то опыт у коллег, тех, с кем общались на велоконгрессе, что-то подчеркнуть интересное, что можно применить, допустим, в Логинске? Да. Ну, что говорить, говоря об экспозиции, там были компании, которые предлагают такие варианты благоустройства велодорожек. Какая-то подсветка, это такие формы архитектурные, как мусорки, как стоянки для велосипедов, паркинги, гаражи для велосипедов. И, в общем-то, это достаточно широко применимо в разных городах, и у нас это вполне можно применять. В том числе, самое хорошее впечатление у меня было от подсветки велодорожки. Мы знаем всю нашу велодорожку на Маркса, после реконструкции тротуара она появилась и граничит непосредственно с тротуаром, и некоторые жители у нас на нее заходят просто потому, что ее не видят. Вот подсветка этот вопрос решает, потому что бегущая светодиодная лента, она человеку дает понять, что, в общем-то, здесь место для проезда велосипедов. Потом, конечно, что такое велосипедная стоянка, это не парковка для велосипедов, а это сделана архитектурная форма для того, чтобы, когда велосипедисту надо остановиться и переждать, например, когда включится зеленый сигнал светофора и можно будет поехать, надо будет остановиться и постоять. Чтобы не слазить с велосипеда, есть такая стоянка, на которой можно поставить ногу, подержаться рукой, не слезая с велосипеда. Ну, как такое, островок безопасности, скажем тогда, то есть на перекрестке, да? Да. А оборудованы у нас есть какие-то перекрестки уже какие в городе? У нас нет. У нас нет, а, то есть это... Это вот идея для того, чтобы у нас появилась, потому что этим летом у нас сейчас много велосипедистов выйдет на улицы, ну, ожидается, да, что будет насыщенное велодвижение, и такие вещи, они будут полезны к применению. Ну, о насыщенном велодвижении мы поговорим еще. Как Вы считаете, есть перспектива применить вот этот вот опыт, здесь у нас в Лубинске, то есть, вот эти велодорожки с подсветкой, островки безопасности в будущем? Я думаю, конечно, есть. Дело в том, что любая активность, любая жизнь, она развивается и прогрессирует. И уж нам с Вами или не знать, наш город один из прогрессивных, и мы любим применять все новинки и быть примером для подражения. Да, наш город один из самых прогрессивных и один из первых городов, стотысячников, в котором в этом году буквально уже на днях начнет свою работу в велошеринг. И не секрет, что, конечно же, сегодня тема нашей программы, основная тема – это прокат велосипедов в Лубинске, да, на чем мы остановимся прямо сейчас. Как родилась эта идея? То есть, с чего все начиналось? Вот велошеринг в Лубинске. Ну, могу предположить, что идею родило наше велосипедное сообщество. Это люди, которые катаются на велосипедах, пользуются этим как транспортом, развлекаются с помощью велосипеда. Интересно то, что эта идея зародилась у Лубинского предпринимателя. Он занимается арендой технологического оборудования, вот, и как-то ему пришла в голову, сидя в офисе, он думал, почему бы из офиса до дома не доезжать на велосипеде. И у него родилась идея, что вот по прокату велосипедов. Велосипедов. Да, и вот это где-то было около года назад, и целый год он потратил на то, чтобы от идеи до воплощения этот процесс, так сказать, развить. Ну, работа, видимо, была очень активная, шла колоссальная, раз за год можно было бы воплотить такую идею. Как я сказал, что велошерник начнет работу уже буквально на днях. Расскажите, когда это случится? Случится это в это воскресенье, 7 апреля. В 12 часов дня запланировано массовое мероприятие на площади около Триумф-Плазы. Компания, которая будет предоставлять эту услугу нашим гражданам, запланировала грандиозные мероприятия с разными видами активности, с эстафетами, велопробегами, подарками, и, в общем-то, такой хороший повод прийти, покататься на велосипедах и опробовать впервые тот велосипед, который предлагается в прокат. Правда, что опробовать впервые его можно будет бесплатно? Да, первая поездка, любому желающему ничего не обойдется, получасовая поездка будет бесплатно. Для этого надо скачать приложение в свой смартфон, привязать паспортные данные, и, соответственно, первая поездка будет бесплатной. Приложения, то есть сайты, приложения уже работают, да? Сайты, приложения уже работают, можно заранее посмотреть подпункты, пункты ознакомиться. Ознакомиться с информацией. А как называется сайт? Rubike24.ru Rubike24.ru, и приложения, видимо… Рубайк, приложение просто Рубайк. Можно найти, то есть и… Да, в своих смартфонах, в магазинах можно найти приложение, называется Рубайк. Ну, какие вообще возможности для населения, то есть в каких точках? Вот мы об этом как-то говорили, может быть, месяца два назад с нашим, одним из наших гостей по поводу велоширинга. Где будет основная точка, где можно будет забрать велосипед, то есть в прокат взять велосипед, либо их будет несколько по городу, то есть… Знаете… Да, и конечно, понятно, что порции этих велосипедов, они будут расставлены равномерно по всему городу, и оператор будет отслеживать все-таки, где наибольшая активность, где наибольшая востребованность. На первом этапе приложение будет показывать на карте, где ближайший велосипед находится, ты его находишь, соответственно, подходишь, разблокируешь его с помощью своего смартфона, и покатавшись, оставляешь его, в общем-то, где хочешь. Не обязательно его везти в какую-то точку сбора, в какую-то специальную стоянку, оставил на тротуаре, аккуратненько поставил и, в общем-то, пошел домой, например. То есть, обязательно условие – это приложение в смартфоне? Да. Для того, чтобы взять велосипед в прокат? Да, ну, это обеспечивает некоторую безопасность оператору нашему, да, по сохранности этих велосипедов, да и удобство. Сейчас у многим доступно, у всех есть смартфоны, многим доступно приложение, и, в общем-то, достаточно удобно, не надо иметь наличные деньги, всегда подошел, разблокировал и поехал. Понятно. Ну, что ж, я думаю, что каждый телезритель может уже в это воскресенье прийти и посмотреть все-таки, что такое велошеринг, потрогать руками и бесплатно попробовать, в общем-то, прокатиться на велосипедах. Кстати, как вы сказали до начала нашей программы, велосипеды, оборудованные, во-первых, там вот что для меня интересно, то есть, это колеса, то есть, шины без… Без воздуха. Без воздуха, да? Ну, велосипедистам всем известно, основная проблема, основная поломка вообще велосипеда, который обездвиживает его, это падение давления в пневматической шине. И дабы избежать этого неприятного момента, разработчики вот таких прокатных велосипедов, они оборудуют полнотелой, в общем-то, шиной свои колеса, чтобы они не прокалывались. Потому что даже камушек какой-то острый, стеклышко может проколоть и вывести, ну, велосипед, в общем-то, из строя. Сами они крепкие, видимо, да? То есть, разработаны какие-то антивандальные схемы? Да, ну, в общем-то, велосипед спроектирован и произведен полностью, скажем так, по… он сделан нестандартным, то есть, колеса имеют уникальный размер, неприменимы ни в одном другом передвижном устройстве. Все крепления сделаны секретками, то есть, его стандартными какими-то ключами, стандартными инструментами, в общем-то, разобрать, открутить что-то, не представляется возможным. Ну, вот, рама сделана из стали, то есть, он очень крепкий и такой надежный. Хорошо, ну что ж, я предлагаю перейти к следующей теме в нашей программе, это торговая промышленная палата. Вячеслав Владимирович, по Вашему мнению, какие самые главные задачи ставит перед собой торговая промышленная палата в этом году? Ну да, можно сказать о том, что мы стремимся к поддержке предпринимательства, к налаживанию и продвижению взаимодействия наших производственных предприятий, предпринимателей по работе с фондами развития. Это государственные, специально сделанные финансовые инструменты, которыми можно пользоваться для привлечения инвестиций в свою компанию. Мы достаточно много усилий прикладываем для ознакомления, что такие фонды, в общем-то, есть, что есть примеры хорошие и положительные, когда наши компании обращаются и действительно получают помощь. Это льготное финансирование, либо грантовое финансирование. И, в общем-то, наши предприниматели, наши предприятия этим успешно пользуются. Но мы ставим задачу, как можно больше таких предприятий задействовать в этой работе, чтобы как можно большим предприятиям была доступна государственная финансовая помощь. Вы также развиваете международные контакты для обминских предпринимателей. Какие акценты ставите в этой работе? Ну, в первую очередь, конечно, мы проводим бизнес-миссии. В прошлом году мы были с бизнес-миссиями с нашими предпринимателями в Белоруссии, в Сербии, даже в Китае. Ну, скажем так, базовая задача какая? Познакомить, наладить контакты наших предпринимателей с зарубежными коллегами. Найти какие-то действующие интересы, точки соприкосновения и, в общем-то, наладить бизнес, да, это решается. А вот какой приоритет я увидел и ставлю для себя, в общем-то, для нашей организации, это привлечение зарубежных компаний для работы именно в нашем городе. И можно сказать, что мы добились успеха и в этом году у нас одно из предприятий сербских здесь, на территории города, будет реализовывать свой инвестиционный проект. Отдельно могу сказать, что торгово-промышленная палата традиционно этим занималась и уже был такой опыт. Компания «Хемофарм», все, которые знают, расположена у нас в муниципальной промышленной зоне, была также приглашена именно торгово-промышленной палатой в наш город и разместила здесь свой завод по производству фармацевтических препаратов. Ну, надеюсь, мы как раз и будем работать успешно по привлечению инвесторов в наш город. Я напомню нашим телезрителям, что гость нашей студии сегодня президент Омнинской торгово-промышленной палаты Нарков Вячеслав Владимирович. Продолжаем программу, друзья мои. Телефон прямого эфира 44332, также интерактивный опрос вы видите на ваших экранах. Голосуйте в конце программы, мы подведем итоги. Перейдем снова к спорту. Вы активно поддерживаете велодвижение, не только велодвижение в Омнинске, а также традиционный ежегодный атомный марафон. Как идет организация и подготовка к нему в этом году? Да, уже хоть до него еще приличное время, но мы как раз сейчас и занимаемся началом его организации в этом году. Наверное, телезрителям будет интересно узнать о нововведениях. Каждый год все больше и больше у нас собирается желающих побегать в День города. И в этом году мы предложим для желающих самую маленькую дистанцию в истории нашего атомного марафона. Это будет отрезок 3 километра. Поэтому еще большее количество участников мы ожидаем в связи с введением этой дистанции. До этого у нас была дистанция в самом первом атомном марафоне 5 километров. Потом самый маленький круг у нас 7 километров стал. И это, скажем так, многих пугает. И для того, чтобы именно начать бегать, наверное, дистанция 7 километров большевата. И мы приняли решение ограничиться 3 километрами. Это будет самая маленькая дистанция. Она доступна. Мне кажется, оптимальный вариант 3 километра. Для большинства людей. Как раз задачу по вовлечению людей в бег, занятия физкультурой, спортом мы выполняем. Потому что атомный марафон – это как раз основная задача. Это вовлечение людей к активному образу жизни и к занятию физкультурой, спортом. А с каждым годом количество участников атомного марафона увеличивается? Сколько было в прошлом году? В прошлом году мы собрали около 1000 спортсменов. В этом году мы думаем, что будет порядка полутора тысяч. Надеемся, что это будет. По крайней мере, исходим из максимального количества участников в 2000 человек. Заказываем вот это оборудование специальное, которое крепится, выдается каждому участнику. Исходим из того, что максимальное будет 2000. Но я думаю, что около полутора. А что за оборудование крепится к каждому участнику? Для тех, кто не бегал марафон. Это датчик, который отслеживает движение спортсмена по траектории. Срезать не получится. Срезать не получится по траектории. И программа на основании показания этих датчиков высчитывает время, которое затратил спортсмен на прохождение дистанции. Ну, в общем-то, это такая высокотехнологичная штуковина, которая позволяет организаторам на самом высшем уровне это организовывать. Поэтому у нас можно сказать, что обнинский атомный марафон – это высокотехнологичный спорт. Но в обнинске без высоких технологий никак нельзя, мне кажется. Конечно. Ну что ж, перейдем к единоборствам. Любители единоборств долго ждали события. В обнинске скоро открывается Академия единоборств на улице Горького. Расскажите подробнее об этом проекте. Да, проект реализовывается в здании, которое уже долгое время простаивало. Раньше там был размещен ночной клуб. Долго простаивало. С прошлого года Федерация смешанного боевого единоборства, которую я представляю, взялась за реконструкцию этого здания. И размещение там спортивного объекта. Изначально была идея размещения Академии единоборств? Ну, скажем так, изначально был спортивный зал. То есть идея спортивного зала, в котором бы взрослые люди могли бы заниматься спортом, единоборствами. Потом эта идея потихонечку трансформировалась. И уже мы подходим к тому, что это будет Академия единоборств, где будут заниматься взрослые спортсмены, где будут повышать свою квалификацию тренеры, которые заняты в единоборствах, и судьи. Судьи, которые также заняты в проведении соревнований, там будут обучаться и повышать свою квалификацию. А какие виды единоборств будут там? Да, и опять же, трансформация произошла в видах единоборств, в расширении их линейки. Изначально это задумывалось как ММА, смешанное единоборство. Но дело в том, что смешанными единоборствами у нас могут заниматься как минимум юноши от 14 лет, ну а в основном это взрослые люди. А спрос на единоборство гораздо шире. И у нас есть люди, которые интересуются борьбой, есть люди, которые интересуются только ударными видами единоборства. Мы решили, что для детей и юноши мы предложим вольную борьбу, которой в городе, насколько я знаю, никогда не было. Это олимпийский вид спорта, и он является хорошей базой для любого вида смешанных единоборств. Для более взрослых спортсменов мы предложим также тайский бокс и кикбоксинг, вот эти разделы. Ну и, в общем-то, конечно, смешанное боевое единоборство тоже будет присутствовать. А вот еще такой вопрос. Я сказал, что очень скоро откроется Академия единоборства. Когда конкретно? Ну, самое оптимистичное – это конец мая. Ну, скажем так, ориентируемся сейчас на конец мая. Это, с одной стороны, будет осложнять приток желающих позаниматься, потому что лето – это, ну, все мы знаем, большинство уходит на каникулы и не занимается такими видными единоборствами, занятиями в зале, скажем так. С другой стороны, это нам позволит к сезону, скажем так, к осени подойти более подготовленными, заранее сделать расписание более удобное для детей, для взрослых спортсменов. Поэтому я думаю, что в конце мая, начало июня мы откроем свои двери и будем уже принимать всех желающих. Ну, вот мы затронули детей, взрослых, в общем. А вот в последнее время женщины стали выбирать часто различные виды единоборств. Будут ли условия для занятий именно женщинам в Академии? Да. У нас, ну, могу так сказать, что женщины, прям узнав про то, что такой комплекс планируется, звонят и спрашивают, говорят, а вот для женщин-то вы будете нас пускать, в общем-то, будете для нас проводить занятия? И звонков было интересующихся настолько много, что мы приняли решение сделать специальный зал для женщин, для их занятия единоборствами и разными, ну, около такими видами, около единоборств. То есть это будет какая-то отдельная программа для женщин? Да, для них уже разработаны специальные программы, для них выделено специальное помещение, отдельный зал с отдельной раздевалкой, с отдельными душевыми кабинами. И для них подбор оборудования специальный, да, потому что, ну, одно дело для мужчин подбирать оборудование, это даже и веса, и цвета, все-таки более традиционные, что мы привыкли видеть в спортзалах. А для женщин нужно что-то такое уникальное, что-то повеселее, и для них мы специально делаем вот на свое направление, подбираем для них и материалы, и инвентарь, поэтому мы вот, так сказать, отвечаем на этот запрос. А где можно будет найти информацию, то есть, о сроках, то есть, или когда запустится, начнет работать свою академия, в общем-то, о расписаниях? Есть какая-то интернет-сайт, площадка? В ближайшее время мы запустим в соцсетях, эту информацию дадим, это будут группы в соцсетях, ну, и сайты. Это за тем, что, скажем так, за проектированием, строительной частью и подбором оборудования, ну, можно сказать, вот сейчас только доходят руки до информационных ресурсов, посредством которых мы будем общаться со своими потенциальными, в общем-то, занимающимися спортсменами. Ну что ж, отлично. Я предлагаю уже, вот у нас финал нашей программы, перейти к нашему интерактивному вопросу. Будете ли вы пользоваться велосипедами в прокате? Такой вопрос у нас сегодня. За проголосовало 77 телезрителей против 54. Ну, видимо, 54 это те, у которых велосипеды, скорее всего, которым, в принципе, прокат не нужен. Ну, так что вот 77 человек уже точно придут. Когда и куда? Вот я предлагаю в конце нашей программы, Вячеслав Владимирович, пригласить всех наших телезрителей на праздник, который будет в воскресенье. Да, приглашаю всех желающих попробовать покататься на велосипеде в 12 часов дня, 7 апреля, в воскресенье. Хороший день, я надеюсь, будет прекрасная погода. Приходите, все вместе повеселимся, покатаемся, попробуем эти велосипеды на вкус. Это, значит, воскресенье, площадка, площадь возле... Возле Триумф-Плаза. Триумф-Плаза, да. Ну что ж, Вячеслав Владимирович, спасибо огромное за то, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы, рассказали о велодвижении, рассказали о новом велошеринге, который открывается в Обнинске. Напомню, что гостем нашей студии сегодня был президент Обнинской торгово-промышленной палаты, также депутат Обнинского городского собрания, Наруков Вячеслав Владимирович. Это была программа «Власть». Смотрите нас каждый вторник, четверг, 18.30. Всего доброго, до свидания. Всего доброго.